В этот четверг в Тверской школе номер 16 прошел урок мужества, посвященный дню снятия блокады Ленинграда. Представитель регионального управления Следственного комитета рассказал ребятам об одном из важнейших событий Великой Отечественной войны. Наша съемочная группа побывала на уроке и пообщалась с учениками кадетской роты, узнав у них, почему сегодня важно помнить о подвиге жителей осажденного города. Около миллиона человек умерли, попали под бомбежки. Это больше, чем все потери во время Второй мировой войны таких государств, как США и Республиканин. Об одном из самых драматичных событий Великой Отечественной войны, блокаде Ленинграда, ученикам 11 класса кадетской роты средней школы номер 16 рассказывает инспектор отдела кадров, Управление Следственного комитета России по Тверской области Алексей Варфоломеев. 872 дня в тылу врага, тысячи погибших и умерших от голода, бесконечное мужество защитников и жителей осажденного города. В этом году в России отмечается 77-летняя годовщина прорыва кольца, а потому именно этой теме был посвящен урок мужества. Сегодня Следственный комитет подготовил достаточно хорошую подборку выступлений и воспоминаний детей войны, детей блокадного Ленинграда. Мы хотим показать нынешним детям, как тяжела была та война, особенно для детей, для маленьких граждан Советского Союза, чтобы они задумались, так ли сложно и так ли тяжело им живется сегодня в нынешней России, и для чего им стоит жить. Жить, чтобы помнить, помнить, чтобы случившееся никогда не повторилось. Таков был основной посыл выступления Алексея Варфоломеева перед учениками 16-й школы. Ребятам не только напомнили о событиях периода блокады Ленинграда, но и рассказали другие важные вещи, связанные с Великой Отечественной войной. Сделали акцент на времени сегодняшнем, на том, как нужно воспринимать те страшные годы сейчас. Школьники, присутствовавшие на уроке, признались, что многое из того, о чем вам рассказал представитель Следственного комитета, стало для них открытием. Это память, которую надо все время чтить и помнить, то, что наши предки пережили такой период. Наши родственники и предки, они очень старались, ковали эту победу. Мы должны будущим поколениям это передавать, чтобы никогда не повторились те плохие дни, когда это все происходило, чтобы не было больших потерь. Подобные уроки рассказывают в учебном заведении. Представители Следственного комитета проводят здесь регулярно. Это одна из важных составляющих в работе с кадетской ротой. Помимо основной общеобразовательной программы, для ребят открыты дополнительные курсы, в рамках которых они имеют возможность узнать больше о службе в различных ведомствах. Как отмечают в школе номер 16, обучение в кадетской роте дает ученикам возможность получить особые знания и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни, а также при поступлении в военные и ведомственные вузы. Строевая подготовка, огневая подготовка, участие в различных динамовских соревнованиях, они понимают, надо ли им в дальнейшем связывать свою судьбу с ношением погон, то есть с государственной службой. И те ребята, которые все-таки остаются на своих, на своих, ну, уверены в своих убеждениях, да, они этот выбор более осознан, чем у всех остальных, которые впоследствии идут поступать в профильные вузы. Как отмечают в Следственном комитете, работа с кадетской ротой школы номер 16 будет носить долгосрочный характер. Сегодня представители ведомства уже готовят тематические уроки, которые пройдут в учебном заведении в преддверии 23 февраля, 9 мая и других важных для истории страны дат.